вы на канале сложно просто меня зовут сергей сегодня будет у нас серия вопросов и ответов по теме программирования ну кстати не только серия уже номер 57 на сегодня у нас немного вопросов но на самом деле они такие интересные ну и достаточно важные некоторые и второй давайте начнем с первого вопроса звучит он следующим образом что такое soft delete при использовании entity framework core но прежде чем останавливаться на entity framework core давайте вообще определимся что такое soft delete то есть мягкое удаление и я на примере буду показывать так наверное будет самый простой вариант предположим у нас есть класс person который содержит некоторое количество полей свойств так называемых их может больше меньше ну теоретически речь идет о том что простая абсолютно нормальная сущность и если допустим нам потребуется каким образом получить список этих самых сущностей мы выполним пример такой запрос примерно такой запрос в скеле и будет понятно что мы получим список всех существующих записей в нашей таблице персов для того чтобы удалить какую-то конкретную запись нам нужно будет написать такой код в сквеле то есть скрипт выполнить данном случае мы не будем останавливаться на так называемый диалекте до языка просто будет вот такой примерный опять же повторюсь код то есть мы явно удалим запись после выполнения если мы снова как бы получим список всех там не будет одной записи ну и если говорить дальше то что такое soft delete или мягкое удаление решается это на самом деле таким способом когда в класс добавляет специальное свойство ну в данном случае из дыгин а из ты литит вот которая общем-то является неким фильтром для сущность то есть если мы захотим получить все сущности которые не были удалены ему придется выполнить примерно такой скрипт и обратите внимание здесь уже идет фильтрация где удалено false то есть все не удаленные записи ну и соответственно как это сделать при удалении сущности в коде программы мы явно ее не удаляем а устанавливаем этот как раз атрибут в значение true то есть говорит о том что сущность была удалена ну есть другие варианты есть другие реализации я вам покажу свою которую обычно использую и выглядит она следующим образом я добавляю обычно в сущность три свойства обычно да то есть если мне требуется если мне soft delete не требуется я deleted add не добавляю а так обычно у их три created add это когда волосочность создана и она всегда создается как то то есть всегда это свойство устанавливается в текущее время создания больше не меняется никогда это вот мои такие предпочтения да это там связано с некоторыми нюансами а вот дальше создается свойство которое называется updated add это свойство которое меняется на дату в любого изменения в любом месте соответственно сущность на любой свойство меняется или все сущности или все свойства сущность updated it обновляется это тоже связано с не которым опытом Так что вот такой вот вариант. Ну и если в сущности есть необходимость мягкого удаления, то добавляется свойство deleted-add. Оно естественно nullable, как и updated. И собственно говоря, если она задана, то соответственно сущность удалена. А если не задана, то соответственно... Понимаете, да? Ну и дальше как это выглядит. Если мы говорим про SQL, то по время удаления мы удаляем deleted-add, восстанавливаем дату удаления и соответственно оно уже не равно null, значит сущность удалена. Ну и если это говорить про entity framework, все-таки был вопрос про это, то в entity framework все то же самое. В принципе все то же самое. Мы также пишем код, который не явно удаляет, а также восстанавливает вот эти вот атрибуты или эти значения свойств, которые собственно говорят о том, что сущность была удалена или дата ее удаления. Ну и на глобальном уровне восстанавливаются фильтры. Например, вот как у меня отмечено на картинке, где мы ставим has filter query, то есть глобальный фильтр, который существует в entity framework, и где мы ставим deleted, равен, ну то есть мы получаем только те, где нету даты удаления, соответственно они не удалены. Ну и если говорить больше, то в процессе работы где-нибудь там в методах, я не знаю, где вы используете непосредственно database context, ну application database context в моем случае. Так вот, database context в данном случае можно, если я не буду использовать эту помеченную строчку ignore global filter, ну ignore query filters, то я не получу удаленные. Ну, я могу их игнорировать соответственно, эти глобальные фильтры, и тогда я получу все записи, в том числе и те, которые были удалены. Вот так вот это примерно работает, я надеюсь это понятно. Давайте переключимся на следующий слайд. И этот слайд у нас с вопросом, который номер 261 уже. Валидация в домене, хорошо или плохо? Так, ну давайте снова поговорим про валидацию, хотя уже не раз про нее говорили, и сегодня скажем, что валидации бывают разные. Давайте тогда по конкретному, да? И если говорить про валидацию в модели домена, давайте вообще определим, какие бывают модели домена. Итак, первое это Anemic Domain Model, и второе называется Rich Domain Model. Так вот, в Anemic Domain Model, или Domain Model в валидации, в принципе, никакого валидации, поведения, вообще ничего не должно быть. Это просто свойство с гетером, с сетером. А Anemic, значит, анемичное, значит, в ней ничего нет. Вот так вот скажу. Если говорить про Rich Domain Model, то тут следует следующим образом определить, какая все-таки бывает валидация. Я разделяю их на три вида. Есть еще четвертый, но давайте про него пока не будем говорить. Итак, первый вид – это валидация ввода. Что это значит? Это значит, что если у вас свойства, например, длиной 256 символов, то ты не сможешь завести 257. Вот так вот я скажу. Это говорит о том, что валидируется ввод данных, это те данные, которые пришли от пользователя, с UI или другого сервиса. Они не должны, должным образом, нарушить какие-то значения, какие-то правила, наличие обязательных каких-то свойств, или превышение размера, или еще какие-то вот такие вот прямо специфичные. То есть валидация ввода. То есть то, что пришло извне, не должно нарушать правила валидации уровня ввода. Дальше. Есть второй уровень валидации – это валидация целостности. О чем речь? Например, вы вводите какой-то новый товар, который должен быть в каком-то каталоге. Так вот этот идентификатор каталога должен находиться в пределах той консистенции базы данных. То есть, другими словами, этот каталог должен присутствовать в базе. У этого каталога должен быть идентификатор, и этот идентификатор должен прийти. Если вы пришлете идентификатор каталога, которого не существует в базе, то это как раз вот та валидация целостности или консистентности, если хотите. То эта валидация тоже сработает. Она скажет, что нельзя добавить продукт в базу данных, потому что нет такого каталога, которому вы привязываете или пытаетесь его привязать. И третий вид валидации – это называется валидация бизнес-процессов. Суть вот про что. Таким образом можно построить приложение, что ваши бизнес-процессы работать не будут или будут работать неправильно. О чем речь? Например, вы делаете заказ, ну, например, опять же тех самых товаров, и заказываете там 100. Вам нужно в этом заказе 100, не знаю, мышек, да, например, компьютерных. А, например, есть ограничения бизнес-процессов, что нельзя заказать там больше двух в руки, или, например, на складе их всего там 99, и вы заказываете 100. Так вот, вот эта валидация производится путем нескольких запросов, ну, или одного как минимум, да, там, количество на складе, там, количество разрешено и так далее и тому подобное. То есть вам будет выдана информация о валидации, об ошибке, да, что нельзя там купить 100 мышек, потому что их на складе 99. Ну, такой прям сильно надуманный пример, да, то есть обычно… Ладно, неважно, не будем. Я, к примеру, это привел, ни больше, ни меньше. Суть сводится к тому, что вот я вот эти вот три бизнес… Ой, вот эти три типа валидации, бизнес-валидация, целостность и валидация ввода, они каким-то образом должны где-то размещаться. Так вот, если говорить про валидацию в домене, то, по идее, если вы используете рич-модул, то валидация ввода, соответственно, там может находиться и теоретически даже должна. Вот про что я вам хотел сказать. Я надеюсь, я ответил на ваши вопросы. На этом, наверное, все. Вопросов было мало. Вам всего доброго и пишите правильный код. Спасибо.